У многих возникают разногласия со своими работодателями. Причины могут быть самыми разными, иногда их можно решить в частном порядке, а иногда приходится обращаться в прокуратуру, чтобы защитить свои права. Надлежащее оформление трудовых отношений – один из камней преткновения, с которым мы сталкиваемся при подаче искового заявления. Как правильно оформить свои трудовые отношения, чтобы не попасть в сложную ситуацию, нам рассказал помощник артёмовского городского прокурора Алексей Гусев. По общему правилу трудовые отношения возникают на основании трудового договора. Однако трудовым законодательством предусмотрен ряд исключений из общего правила. В частности, согласно части 3 ст. 16 Трудового кодекса РФ, отношения между работниками и работодателем считаются возникшими на основании фактического допущения к работе, сведомо или по поручению работодателя. Работодатель обязан в течение трёх дней с момента начала работы оформить трудовой договор. Данная обязанность предусмотрена ст. 67 Трудового кодекса РФ. А также лицо должно быть допущено к работе именно уполномоченным лицом. То есть сама по себе формулировка правовой конструкции предусматривает фактическое допущение к работе сведомо или по поручению работодателя. До недавнего времени эта оговорка вызывала немало проблем, поскольку недобросовестные работодатели при отказе оформлять трудовые отношения, признавать трудовые отношения с работником, ссылались на то, что работник допущен к работе неуполномоченным на то лицом. То есть тем лицом, который не имел полномочий определять трудовую функцию, определять рабочее место, принимать на работу. Вместе с тем в организации может быть уполномочен и какой-то иной работник. Это не обязательно представитель кадровой службы. Если работник допущен лицом неуполномоченным, то есть тем лицом, который вышел за рамки своих полномочий, фактически тем лицом, который вышел за рамки своих полномочий, то есть указанная правовая конструкция, о которой мы сегодня говорим, не применяется. Однако законодателям не так давно принесены поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, введена статья 67.1, согласно которой в случае, если лицо допущено к работе неуполномоченным на то сотрудником организации, работодатель, организация обязана оплатить фактически отработанное время, фактически выполненную работу. А тот работник, который вышел за рамки своих полномочий, за пределы своих полномочий, он подлежит дисциплинарной ответственности. Причин, по которой следует надлежащим образом оформлять трудовые отношения, много. Во-первых, с трудовым законодательством предусмотрены ряд гарантий и компенсаций, которые распространяются только на работников. То есть трудовой договор, он по большому счету аналогичен договору подряда, который предусмотрен гражданским законодательством. Но заказчик по договору подряда не несет ответственности за жизнь подрядчика. Различий много, но вместе с тем эти договоры аналогичны. И у работника, у лица, который имеет статус работника, у которого заключен именно трудовой договор, а не гражданско-правовой, на порядок больше гарантий и компенсаций. У работодателя, опять же, лежит обязанность по заключению этого договора. Неоднократно высказывалась позиция о том, что нельзя подменять трудовой договор гражданско-правовым. Поскольку по гражданско-правовому договору все-таки у стороны, которая является заказчиком, обязанностей по сравнению с работодателем, как стороной трудового договора, на порядок меньше. Потому что работодатель обязан обеспечить и условия труда работнику, и выплаты определенные, также ряд иных гарантий и компенсаций. Защита прав и законных интересов работников, чьи трудовые отношения надлежащим образом не оформлены, начинаются еще на стадии подачи иска. Отсутствие трудового договора существенно осложняет защиту прав и законных интересов работников.